С вами канал Учебник Вслух. Окружающий мир, 4 класс. Тема урока – искусственные сообщества. Для получения продуктов питания и сырья для различных отраслей промышленности человек выращивает культурные растения. Культурные растения чаще всего выращивают на полях и в садах. Растения привлекают различных растительноядных животных – насекомых, птиц, мелких грызунов, а растительноядные животные – хищников. Одни из них наносят вред растениям, а другие помогают сохранить урожай. В результате возникают сообщества, созданные человеком. Их называют искусственными сообществами. Человек ухаживает за культурными растениями, обрабатывает почву, вносит удобрения, поливает, уничтожает сорняки и вредителей. Посадку растений, уход за ними и уборку урожая производят с помощью сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и других машин. Поле. На полях выращивают зерновые культуры, картофель, овощные и технические культуры. На отдельном поле обычно выращивают один вид культурных растений. Наиболее ценными являются зерновые культуры – пшеница, рожь, ячмень, овес. У этих растений тонкие, растущие пучком корни и травянистый, полый внутри, стебель соломина. Листья длинные, узкие, а цветки мелкие и невзрачные. У пшеницы, ржи и ячменя цветки собраны в колос, а у овса – в метелку. Из цветков образуются сухие плоды зерновки, поэтому растения и называются зерновыми. В нашей стране выращивают озимую и яровую пшеницу. Зерновки озимой пшеницы сеют осенью. К зиме появляются всходы, которые зимуют под снегом. Весной растения продолжают развитие. Из зерновок пшеницы получают пшеничную муку, которая используется для выпечки белого хлеба, изготовления макарон и крупы. Из зерновок ржи получают ржаную муку. В отличие от пшеничной муки, она темная, поэтому и выпекаемый из ржаной муки хлеб более темный, но он не менее питателен и вкусен, чем белый. Рассмотри, какие бывают зерновые культуры? Гречиха, кукуруза, овес, проса, рис, сургу. Ячмень – скороспелое зерновое растение. Зерновки ячменя используют для изготовления ячневой и перловой крупы, а также для откорма домашних животных. Овес – холодостойкое растение. Из его зерновок делают толокно, овсяную крупу, геркулес. Овес – незаменимый корм для многих домашних животных, например, лошадей. Картофель – высокое травянистое растение с разветвленным кустистым стеблем и крупными сложными листьями. На верхушках стеблей образуются цветки. После цветения появляются плоды ягоды. Есть их нельзя. Вспомни, почему? Из семян развиваются растения с очень мелкими клубнями. Семенами размножают только ценные сорта картофеля. Весной в почву сажают средние по размеру клубни. Из почек, находящихся в глазках клубней, вырастают побеги, которые со временем образуют взрослые растения. Как и зерновые культуры, картофель требует ухода. Когда клубни недостаточно, картофель размножают частями клубней и даже глазками-почками. Осенью у каждого растения собирают несколько крупных клубней. Клубни картофеля используют в пищу. Из них получают крахмал, патоку, спирт. Используют их и как корм для домашних животных. Из овощных культур на полях наиболее часто выращивают морковь, свеклу, капусту. В корнях моркови и свеклы накапливаются органические вещества. Поэтому они разрастаются и становятся непохожими на корни других растений. Их и используют в пищу. У капусты из семени развивается корень, короткий стебель кочерыга и крупные округлые листья, образующие качан. Органические вещества накапливаются в листьях. Все овощи богаты питательными веществами и витаминами. Поэтому они – необходимый продукт питания для человека. Чтобы овощи сохранялись долгое время, их консервируют, маринуют, солят. Культурные растения, которые служат сырьем для различных отраслей промышленности, называют техническими. Одни из них идут на производство тканей, другие – масло, третий – красок. Для получения волокна и масла выращивают лен. Его можно узнать по зеленому разветвленному верхней части стеблю, продолговатым листьям и голубым цветкам. После обмолота из стеблей вырабатывают волокно, а из волокна получают нитки. Из ниток ткут линные ткани. Семена служат для получения масла, из которого изготовляют масляные краски – лаки. У подсолнечника высокий стебель и крупные листья. В его семенах содержится много масла. На верхушке стебля находится огромное соцветие корзинка, в котором бывает до тысячи цветков. Ярко-желтые цветки, расположенные по краям корзинки, привлекают насекомых и пылителей. Часто эти цветки ошибочно называют лепестками. Из цветков, которые находятся в середине соцветия, образуются плоды семянки. Из них выжимают подсолнечное масло. На полях растут не только культурные, но и сорные растения. Сорные растения отнимают у культурных влагу и минеральные вещества. Сорники растут быстрее, чем культурные растения, обгоняют их в росте и загораживают от солнечного света. Семена сорных и культурных растений созревают одновременно, поэтому на следующий год сорняки могут снова попасть в почву. Из сорняков наиболее часто на полях встречаются пырей, осод, сурепка. Среди сорных растений поля встречаются такие, которые похожи на культурные растения. Порой их очень трудно различить. Так, например, овсюк похож на овес. Забирая из почвы большое количество воды, овсюк сильно вредит культурным растениям. Уничтожают сорняки путем тщательной прополки. Найди среди культурных растений сорняки и отметь их. Поставь на паузу, чтобы выполнить задание. Проверь себя. Животные обитатели полей. Плодородная почва и обилие растительной пищи на полях привлекают многочисленных животных. В почве обитает много дождевых червей. Они проделывают в почве норки. Через эти норки корням растений проникают вода и воздух. Дождевые черви обогащают почву перегноем. На полях, где выращивают овощные культуры, живут слизни. Своим мягким вытянутым телом они похожи на улиток. Но у слизни нет раковины, в которую прячется улитка. Поэтому его называют голый слизень. Слизни поедают листья культурных растений. Слизнями питаются жабы. Среди животных, питающихся культурными растениями полей, немало насекомых. На картофельных полях встречается колорадский жук. Взрослые колорадские жуки и их личинки питаются листьями картофеля. Они могут полностью погубить урожай. На полях зерновых растений летает зеленовато-черный хлебный жук или кузька. Он выедает мягкие созревающие зерна пшеницы, ржи, ячменя. За свою жизнь один жук съедает до 10 колосьев. На капустных полях живет капустная белянка. Личинки этих бабочек поедают листья капусты. На капусте часто поселяется тля – мелкое насекомое, которое питается соками листьев. Среди насекомых поля есть и такие, которые помогают человеку сохранить урожай. Так божья коровка поедает тлей. А жужлица уничтожает гусениц бабочек. Весной над полем, высоко в небе, слышны звонкие трели жаворонка. На земле заметить его непросто из-за серовато-бурого оперения. Основная пища жаворонка – насекомые. Быстро бегая по земле, он высматривает и хватает добычу. На поле кормятся грачи, скворцы, тресогуски, воробьи. Многочисленные обитатели полей – грызуны. С помощью хорошо развитых передних зубов резцов, они легко разгрызают твердые части культурных растений. Из грызунов наиболее часто встречаются суслики, хомяки и мыши. Они скрываются в норах. Суслики поедают зерновые растения. Хомяки едят не только зерновые, но и овощные культуры – морковь, свеклу. В своих глубоких норах они делают запасы пищи. Мыши уничтожают зерно и всходы растений. Грызуны привлекают на поля хищных птиц – конюков, сов, пустельгу. Грызунам трудно избежать острых когтей и мощного загнутого клюва этих птиц. Крупные животные не живут в поле. Здесь трудно скрыться от врагов. Только иногда в поисках пищи на поле забредают зайцы и лисицы.